Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение второй книги Царств и мы будем читать 12 главу этой книги. Итак, последний раз мы беседовали о преступлении царя Давида, когда он смешал грех блуда, прелюбодеяние с грехом убийства. И последние слова 11 главы. И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа. Когда человек оказывается в подобном состоянии, то он тяготится самого себя. В 31-м псалме раскрываются душевные муки, которые тогда пережил царь Давид. Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. «Когда я молчал, обвешали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Действительно, человек иногда не способен даже что-то говорить перед Богом, потрясенный собственным преступлением. И вот в таком состоянии оказался царь Давид. Но суета обычной жизни, с другой стороны, отвлекала царя. У него было много разных обязанностей, которые он должен был совершать ежедневно. И ощущение трагизма содеянного тоже начинало притупляться. И мы читаем начало 12-й главы. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду. И тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую и выкормил. И она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взятия своих овец или валов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка и приготовил ее для человека, который пришел к нему». Вот в этой притче, которую рассказывает пророк Нафан, странник — это совесть человеческая, как бы ангел нашей совести, который иногда как бы создает некие ситуации, и мы должны отвечать на те или иные тесты, выдерживать те или иные испытания. Господь всегда перепроверяет нас, и Он это делает не с той целью, чтобы нас проэкзаменовать, мы в глазах Бога абсолютно прозрачны, как я часто говорю, это всегда делается с той целью, чтобы нам самим показать наше реальное состояние. И вот, когда пророк Нафан рассказал эту притчу, мы читаем далее пятый стих, «Сильно разгневался Давид на этого человека, пока еще воображаемого человека из притчи, и сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это, и ниже, и за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания». Давид выносит приговор сам себе «И сказал Нафан Давиду, ты тот человек, который сделал это». Давайте посмотрим комментарий святителя Григория Великого, Папы Римского. Это его книга пастырских наставлений, правил. Здесь он пишет. Порою, когда речь идет о сильных мира сего, они первыми приводят сравнение, хотя дело, очевидно, касается кого-то другого. И вот, когда они дают верное суждение о том, что, очевидно, относятся к чужому делу, им следует задать вопрос об их собственной вине сходным же образом. Так разум, кичащийся своей временную властью, может воскипеть против корящего, потому что своим судом наступит на самое горло гордости, и тогда он не сможет защищаться, ибо окажется осужденным своими же устами. Случилось так, что пророк Нафан пришел упрекнуть царя и просил его рассудить случай с бедным и богатым, и царь первым высказал суждение, после чего и услышал, что виновен сам. Теперь он совершенно не мог отрицать справедливого приговора, который он сам и вынес против себя. Так муж святой, имея в виду и грешника, и царя, таким удивительным образом стремился связать виновного осознанием вины, а затем порицанием отсечь от греха. На некоторое время он скрыл, кого действительно имел в виду, а потом, когда уже удерживал его внимание, обрушился на него. Его порицание, вероятно, не имело бы такой силы, если бы в тот самый момент, когда он заговорил, он стал обличать его грех. Но начав со сходства, он застрел упрек, который был сокрыт. Он пришел, как врач к больному, увидел, что рану придется резать, но не уверен был в способности больного терпеть. И вот он, врач, скрыл нож хирурга под плащом, затем вдруг вытащил его и вскрыл рану так, чтобы больной прежде чувствовал нож, а не видел его, потому что, если бы он его сначала увидел, то мог бы отказаться его почувствовать. И в трактате о покаянии святитель Иоанн Златоуст тоже не может пройти мимо этого удивительного текста, где рассказывается о покаянии царя Давида. Златоуст восклицает, «Таковы люди! Против других они охотно и быстро выносят решения и приговоры». И что же говорит Давид? «Жив Господь! Достоин смерти такой человек, и за овечку он должен заплатить вчетверо». А что пророк Нафан? Он не стал долго смягчать рану, но тот час открывает ее и весьма быстро разрезает, чтобы не уменьшить чувство боли. «Этот человек, ты, царь!» говорит Нафан. Что же говорит царь? «Согрешил я пред Господом!» Не сказал, кто ты такой, что обличаешь меня, кто послал тебя так смело говорить со мною, как ты дерзнул сделать это. Ничего такого он, Давид, не сказал, «Но сознался в грехе. Что же он сказал? Согрешил я пред Господом!» А что Нафан ему? И Господь снял с тебя грех твой. Ты сам осудил себя. Я освобождаю тебя от наказания. Ты благоразумно исповедался и загладил грех. Ты сам себя подверг осуждению. Я уничтожил приговор. Ты увидел, как исполнилось написанное. Говори ты первый о беззакониях своих, чтобы оправдаться. Так сказано у пророка Исаии, 43 глава, 26 стих по тексту Септуагинты. Какой это труд первому сказать свой грех? Оканчивает это рассуждение святитель Иоанн Золотоуст. И действительно, когда Нафан сказал Давиду, ты тот человек, который сделал это, так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем, я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом Господина твоего и жен Господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и июдин, и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше, зачем же ты пренебрег Слово Господа? То есть, зачем же ты пренебрег закон того, который проявил такую заботу о тебе, нарушил его заповеди, уставы и постановления, сделав злое пред очами его, урию хетиянина, ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом амонитян, и так не отступит меч от дома твоего вовеки, за то, что ты пренебрег меня, говорит Господь, и взял жену урию хетиянина, чтобы она была тебе женой. Это суровое обличение. Порок Нафан продолжает говорить, «Так, говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего». Здесь Господь предсказывает восстание сына Давида Авесолома против отца. «И возьму жен твоих пред глазами твоими, и отдам ближнему твоему, и будет он, то есть Авесолом, сын Давида, спать женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно ночью». Растлил он Версавию. Господь говорит, «А я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем». Что может ответить Давид? Давид уже не ищет слов оправдания для себя. Псалтири Давида больше всего поражают слова, когда он говорит, «Господи, научи меня оправданием твоим». Почему он так говорит? Он говорит так в тех случаях, когда сам уже не находит оправдания для себя, и когда мы не находим для себя никакого оправдания, никакого извинения, и восклицаем, «Господи, научи нас оправданием твоим, Бог сам становится твоим и моим оправданием». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я пред Господом». Давид не оправдывается, он не находит в себе никакого извинения. Его покаяние – это настоящее покаяние. Он признает себя виновным от темени головы до подошвы ног. И какой будет ответ? И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Неужели такие немногие слова? «Согрешил я пред Господом» и сразу свидетельство о прощении. За этими словами скрывается великий пятидесятый псалом, покаянный псалом царя Давида, в котором мы обнаруживаем такие слова «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего. Очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. И ниже окропи меня и сопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радости веселья и возрадуются кости Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чисто сотвори во мне, Божий, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и духа Твоего святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим и нечестиво их Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего и язык твой восхвалит правду Твою. От каких кровей Давид умоляет Бога избавить его? В Писании сказано, не бывает прощения грехов без пролития крови. Так же сказано за грех смерти. И невинный Сын Божий Господь наш Иисус Христос взял на Себя все наши грехи, понес на Себе все наши преступления и совершился спасением и, более того, оправданием для каждого из нас. В этом же 50-м псалме 18-19 стих мы находим слова «Ибо жертвы ты не желаешь», то есть те, которые я могу принести, козлы, бараны, быки, «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь, жертва Богу, дух сокрушенный, сердца сокрушенного и смиренного ты не презришь Божия». То есть с нашей стороны должно быть полное сокрушение о грехе. И Давид обнаруживает в своем сердце такое сокрушение, такую кротость. Помяни Господи царя Давида и всю кротость его. В 31 Псалме 5-7 стих Давид восклицал «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал исповедую Господу преступления мои. И ты снял с меня вину греха моего и ниже ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления». Радость избавления это то, что Господь дал бы каждому из нас. Это то состояние, которое мы переживаем в таинстве исповеди и особенно в таинстве святого причастия, ведь мы причащаемся тоже в оставление грехов. И в Библии есть прекрасные слова, это упрок Исаи 27,5 «Разве прибегнет к защите моей, говорит Господь, и заключит мир со мною, тогда пусть заключит мир со мною». Здесь Бог говорит о том, что вне Его самого мы не можем найти мира ни с собою, ни с ближними и ни с самим Богом. И 55 глава Исаии, 7 стих «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив». Совершается чудо прощения царя Давида. И надо сказать, что чудо покаяния Давида всегда являлось для христиан подлинным примером. был такой случай, когда один православный император во дням в Руси Меодиаланского в Риме управлял итальйскими землями, и в одной местности было восстание горожан, и он очень жестоко подавил их восстание. Погибло много людей, и этот император, насколько помню, Феодосий, он отправился потом в храм, где служил святителем в Руси Меодиаланской, чтобы причаститься телой и крови Иисуса Христа. Но святителем в Руси Меодиаланской вышел и остановил его, и сказал, «Ты не можешь войти в храм и вкушать от тела и крови Иисуса Христа. Ты пролил много крови, на что император, он был православный человек, ответил, «Давид тоже проливал много крови». А в Руси Меодиаланске ему сказал, «Ты подражаешь Давиду в его грехах, подражай Давиду в его покаянии». Император несколько дней стоял на улице на коленях перед храмом и ночью, и днем, и его уста шептали из глубины возвах тебе, услышь, мя Господи, помилуй мя Боже, повелиться милости Твоей, повнуждущее дро Твоих, очисти беззаконие мое». Поистине псалтырь Давида, хотя в основном там псалмы восхваления, там есть и псалмы покаяния, которыми Давид научил всю вселенную каяться перед Богом. И мы прибегаем к этому источнику Божьего милосердия, к этим покаянным псалмам, когда особенно в падении мы нуждаемся в милосердии. «И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь, но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын и пошел Нафан в дом свой». Оказывается, мы, христиане, верующие люди, своими грехами даем повод врагам Господа хулить его Господа. Когда, услышав о наших грехах, они с восторгом подхватывают каждый такой слух, может быть, сплетню, и говорят «Вот какие христиане, вот как они живут, вот каковы священнослужители церкви». Поистине, такие люди, которые злорадствуют о падении других людей, они уподобились бесам, которые радуются в виде падения человека. Как один старец говорил, если бы ты видел, что происходит, когда ты грешишь, ангелы плача отходят в сторону, бесы радуются, водят хороводы вокруг тебя. Да, это та реальность, в которой мы живем. Приговор вынесен, грех не останется без наказания. И поразил Господь дитя, которое родила жена Урии, Давиду, и оно заболело. Вот этот плод прелюбодеяния, но это и ребенок, младенец. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле, и пошли к нему, старейшина, дома его, чтобы поднять его земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло, то есть семь дней Давид лежит на земле в строжайшем посте. на седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец, ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-нибудь хуже, то есть они предположили, что он наложит на себя руки. Давид заметил перемену в своих слугах, и мы читаем, и увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих, умерло дитя, и сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, переменив одежды свои, и пошел в дом Господен и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел, и сказали ему слуги его, что значит, что ты так поступаешь, когда дитя было еще живо, ты постился, и плакал, и не спал, а когда дитя умерло, ты встал, и ел хлеб, и пил. Людям было трудно понять такую перемену, которая произошла в царе, и они хотят разобраться. А что действительно произошло с Давидом в этот момент? Давид принял этот суд Божий, совершенный над ним. Он смирился перед волей Создателя. Бог есть тот, кто дает жизнь, и тот, кто ее забирает. Человек невластен не только над жизнью других людей, но он невластен даже над своей собственной жизнью. Иногда правителям кажется, что только они распоряжаются жизнями других людей. Есть древнее предание, когда молодой Авраам в доме своего отца Фары разбил всех идолов и стуканов, его вызвали во дворец к тирану Немроду, и тиран Немрод спросил в этой легенде Авраама, я слыхал, что ты ищешь какого-то Бога, и тебя не удовлетворяют другие Боги, ты их разбил, скажи, какого Бога ты ищешь? И Авраам сказал, я ищу Бога, который дает жизнь и отбирает ее, и возвращает опять. Немрод сказал, так это же я, я даю жизнь, когда отменяю смертный приговор, я отбираю жизнь, когда казню человека. Авраам посмотрел на этого тирана из плоти и костей и сказал ему, солнце восходит на востоке, садится на западе и сдай указ, чтобы солнце взошло на западе и село на востоке. Немрод приказал, уберите эту семью. Давид это потомок Авраама, он понимает, что Бог есть Тот, Который мы живем, движемся и существуем. И пока ребенок болел, пока еще была надежда, он молился и постился. Итак, слуги задали вопрос и сказал Давид, да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь. и дитя останется живо, а теперь оно умерло, зачем же мне поститься, разве я могу возвратить его, я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. Действительно, когда мы христиане, хороним наших родных и близких, у нас не принято говорить слово прощай. У нас принято говорить слово до свидания, мы увидимся, мы встретимся. Поэтому Давид так и говорит, разве я могу возвратить его, я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне. «И утешал Давид Версавию жену свою». Версавия, конечно, несла на себе часть вины, но она подчиненный человек, слабый женский сосуд, как она могла воспротивиться царю. «И утешал Давид Версавию жену свою и вошел к ней и спал с нею». Теперь она стала его женой по закону, как вдова она могла вступить в новый брак. «И она зачала и родила сына и нарекла ему имя Соломон». Она нарекает имя рожденному ребенку в пророческом озарении. В пророческом озарении. Ведь Бог уже сказал Давиду, мирный человек построит храм. А Соломон по-еврейски «шломо» от слова «шалом» мир. И вот эта женщина пророчествует, недавно впавшая в грех, потерявшая сына. Надо сказать, что когда женщина исполняет заповедь, а рождение ребенка это исполнение заповеди. Есть заповедь «плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю». В момент рождения мы наблюдаем какие-то пророческие качества у женщин. Ее первое суждение о младенце бывает абсолютно точным. И вот она дала имя Соломон. И смотрите, какие слова. Казалось бы, Господь сурово расправился с ее первым ребенком, родился второй ребенок. И мы читаем. «И Господь возлюбил его». Бог возлюбил рожденного Шломо, Соломона, мирного, да любой младенец мирный, когда он машет ручками, там, улюлюкает, но Бог видит всю жизнь человека от начала до конца. И о только рожденном Соломоне сказано, и Господь возлюбил его, и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Ие Дидиа, это духовное имя, которое означает возлюбленный Богом, по слову Господа. Таким образом, у Соломона было два имени, то, которое в пророческом озарении дает мать, и то духовное имя, тайное, которое дает пророк Нафан. И Аф далее говорится о военачальнике армии Давида, воевал против Равы Аммонитской и взял почти царственный город и послал Иав к Давиду сказать ему «Я напал на Раву и овладел водою города». «Теперь собери остальной народ и подступи к городу и возьми его, ибо если я возьму его, то мое имя будет наречено ему». Когда она ходит как вода доставляется в город, это все блокада, город не сможет существовать без воды и победа обеспечена. Но Иав не хочет присваивать эту победу себе, а он хочет, чтобы пришел Давид и чтобы эта победа была приписана ему, хотя Давид уже в это время не участвовал в походах, он чаще находился в Иерусалиме. Но в этом случае что происходит? И собрал Давид весь народ и пошел к Раве и воевал против нее и взял ее, и взял Давид венец царя их, с головы его. Не надо удивляться, что город был еще и царством. Помните в Греции каждый крупный город царство, Афины царство, Спарта царство, так и здесь. В Раве был свой царь. И взял Давид венец царя их с головы его, а в нем было золото, талант и драгоценный камень и возложил его Давид на свою голову и добычи из города вынес очень много. А народ бывший в нем он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими и возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим. Такая жестокость не может заставить встрепенуться нас, читающих этот текст. Почему Давид так поступил? Давид вел воины Господни. И об этом говорится в Писании неоднократно. Это мы должны усвоить, это мы должны понять, запомнить. Если мы слышим, что какой-то тайфун сметает целые побережья и гибнут люди, мы же не обращаемся в Гагский трибунал, что кто-то совершил военные преступления. Мы принимаем это как некая данность. Так и воины, которые велись по прямому указанию Бога, по пророчеству, пророками. Давид сам был пророк. Это как стихийные бедствия, которые были совершенно необходимы, чтобы положить предел грехам этих людей и дать им возможность остановиться в собственных грехах и получить возмездие за собственные грехи уже в этой жизни. Потому что действует принцип. Заодно дважды не наказуют. Если эти люди были подвергнуты такому наказанию, они уже никому ничего не должны. Они были подвергнуты наказанию по Божьему закону, который предусматривал, в каких случаях человека можно умертвить за нарушение этой заповеди, этой заповеди, этой заповеди. Но любая такая казнь есть очищение человека. Иначе Бог был бы несправедлив по отношению к этим людям. Ведь многие грехи они вообще совершали по неведению. Поэтому в Библии сказано горе грабителю, который не был ограблен. То есть он грабил, но сам не пострадал за этот свой грех. Он будет отвечать в вечной жизни. Но если Господь послал ему тяжелые испытания и сам был ограблен, может быть, самым жестоким образом само страдание полагает предел греху, ибо сказано страдающие плотью перестают грешить. Поэтому, когда мы встречаемся с такими текстами, мы должны посмотреть, как отцы комментируют эти тексты. Так, например, Марк Исповедник комментирует те обстоятельства, что были воды потопа, были войны Иисуса Навина, было уничтожение Содома и Гоморы, были войны царя Давида. Он говорит, когда гнев обрушивался на людей по прямому Божьему указанию, или через стихию природы, или через пороков Божьих, это всегда имело целью дать возможность этим людям искупить свои преступления. Они не имели грехов против Бога, потому что Бога они не знали. Но они имели грехи друг против друга, и за это они понесли наказание. А человек, который понес наказание, уже никому и ничего не должен. знак к не никак от ангziehen тук 3 20 27 21 20 21 22 24 27 29 30